Итак, мы возвращаемся на центральный помост. На ваших экранах Дмитрий Ригин, российский реперист. И фехтовать он будет сейчас еще с одним российским реперистом, своим коллегой, товарищем по сборной команде Дмитрием Жеребченко. Ну что, господа, конечно, о таком финале можно только мечтать, и каждая страна хочет видеть исключительно вот такие вот финалы, особенно в той стране, где эти соревнования проводятся. Здесь, в Санкт-Петербурге, на рапире Санкт-Петербурга в финале встречаются два российских репериста. Ну просто вообще звучит как сказка, можно сказать, но это не сказка, это уже был. Итак, смотрим на этот бой. Сложно, конечно, сказать, кто выиграет этот поединок. Сейчас первый укол наносит Дмитрий Жеребченко. Не думаю, что мы услышим много аплодисментов все-таки ребят из одной сборной. Но не увидим мы и тренеров, естественно, по этическим, но нашим нормам, да, не присутствуют личные тренеры во время поединков ребят из одной страны, из одной команды. В общем-то, и это нормально. Сами должны разбираться, кто из них сегодня сильнее. По идее, да, вот если такие вот, как бы, предматчевые, да, расклады, о них вот поговорим немножко. По идее, конечно, у Дмитрия Ригина больше опыта, это однозначно. И опыта, прежде всего, фехтования в финалах. Это тоже такая отдельная история. Не сразу спортсмен фехтует в финалах на полную катушку и может показать все, что он хочет. Как правило, впервые, когда люди попадают в финал, да, они и нервничают, и, в общем-то, мандраж есть, и как-то вот им надо привыкнуть и к помосту, и к свету, и к дорожке, и к вниманию. Но еще тут миллион всяких компонентов, которые вот могут сыграть не последнюю роль. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, у Дмитрия Ригина преимущество. Но, 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 Дмитрий Жеребченко может вообще на это на все не обращать внимания. Да, вот фехтует он сегодня хорошо, а он сегодня очень хорошо фехтует. Он может так вот до конца это фехтовать. И посмотрите, что делает. 4-2 ведет Дмитрий Жеребченко. И еще один укол наносит, недействительный. Так что, в общем, посмотрим. Как будет складываться поединок. Ну, думаю, что, в общем, борьба будет здесь очень серьезной. Никто здесь давать поблажек друг другу, конечно же, не будет. Речь идет о первом титуле. Ох, защита. Ответ не горит. И посмотрите, еще один укол пропускает Дмитрий Ригин. 5-2. 5-2. Идет вперед Жеребченко. Не стал заканчивать атаку. Отходит назад. Ай, в атаке Дмитрий Ригин неожиданно вышел. Очень мягко так вот вошел в дистанцию, да. Почти практически незаметно. Потом раз и очень быстро ускорился. И Жеребченко просто остался на месте. Не увидел он этого входа. И уйти, конечно, не успел. Это очень, конечно, важно. Очень мягко входить. Чтобы соперник тебя не замечал вообще, что ты там делаешь. Замечал уже в тот момент, когда лампа будет гореть. Ну, вот это, конечно, высший пилотаж. Контратака. Чистый укол Дмитрия Жеребченко. И 5-3. Посмотрите, пытался сейчас опять из-за спины Дмитрия Жеребченко уколоть. Второй раз мы уже видим вот такой прием. Конечно, ребята, большие специалисты по уколам из-за спины. 6-3. 7-3 уже, простите. К моему удивлению, очень легко складывается поединок для Димы Жеребченко. Я, честно говоря, не знаю, как они фехтуют друг с другом. Потому что всегда, конечно, есть какая-то история противостояния с тем или иным соперником. И даже считают там некоторые фехтовальщики, кто у кого сколько раз выиграл и так далее, и так далее. Я вот этот, мне факт, честно говоря, неизвестен. Может быть, может быть, Дмитрий Жеребченко удобно фехтовать Дмитрию Ригину. Ну и, соответственно, наоборот. Смотрите, еще один укол из-за спины. И сейчас он уже попадает. И вот Димак снимает маску и еще пытается как-то подумать о своей жизни. Давайте посмотрим. Да, ну это, честно говоря, говорит о том, что в очень хорошей форме Жеребченко. Чтобы вот так вот колоть в один свет из-за спины. Атака Ригина Димы. Да, все правильно. 8-4. Контратака чистый свет. Точнее, один фонарь в 9-4. Ну вот, заканчивая свою мысль, я хочу сказать, что, может быть, и неудобно действительно Ригину фехтовать Жеребченко. И, соответственно, наоборот, да, для Жеребченко Дима, так скажем, открытая книга. Ну, потом обязательно, конечно, выясню этот вопрос. Но пока мы видим, конечно, преимущество все-таки Димы Жеребченко. Ну и по счету, и по фехтованию. Смотрите, опять один фонарь горит. Дима вот Ригин в раздражении маску снимает. Ну, конечно, неприятно. Неприятно. И главное, что непонятно, что с этим делать. 10-4. Защита-ответ. Пользует Дмитрия Ригина. Но, видите, эмоции пошли у Димы. Да, да, борется, борется, не сдается. И, конечно, неприятно ему проигрывать. Пытается как-то себя завести. Еще одна атака в пользу Дмитрия Ригина. Да, тащит, что называется, сам себя Дима. Именно эмоциями, вот этими криками просто вот вытаскивает себя на более высокий уровень. А может быть, действительно, вот этим спокойным таким фехтованием, аккуратным, Жеребченко где-то вот убаюкал Диму Ригина. И тот вот работает в непривычной для себя и скорости, и дистанции. Слушай, конечно, они очень разные. Ну, совсем просто разные. Защита-ответ ничего не горит. Еще одна атака со стороны Дмитрия Ригина, как мне кажется. Но арбитр считает укол в пользу Жеребченко. Пошел на повтор. Давайте мы тоже посмотрим. Ну, вот сейчас похоже на атаку Жеребченко. Посмотрим, что решит арбитр. Сложно, сложно. Да, все правильно. Атака со стороны Жеребченко. И еще одна атака в пользу Жеребченко. Да, чуть-чуть неправильно ошибается Дима по дистанции. Я имею в виду Ригина. Вообще по фразе. Минута. Дефектовали ребята до перерыва. Расходятся они отдыхать. Ровно минуту будут отдыхать. Ну, еще-то у нас 12-6. Ровно в два раза преимущество Дмитрия Жеребченко. Ну, вот вы видите, тренеров у нас никого нет. Сами тут сидят и сами, в общем, думают о своей нелегкой судьбе в этом поединке. Но это больше касается, конечно, Дмитрия Ригина. Сложно Диме. И, честно говоря, сложно. И вот разные приемы наносят Дмитрий Жеребченко своему сопернику. И атаки мы видели. И контратаки. Ну, про защиту ответ я уже не говорю. И особенно про эти приемы из-за спины. Это, конечно, отдельная песня. То есть, вот разнообразно очень фехтует Жеребченко. И в такой ситуации очень сложно всегда сопернику. Да, вот непонятно, чего исправлять-то, когда ты получаешь. И в атаке, и в защите, и в контратаке. В общем, конечно, это очень сложно, сложно, сложно. Но не бывает фехтовальщиков без ошибок. Да, у всех есть свои слабые, сильные стороны. И, конечно, задача у Дмитрия Ригина сейчас входит на вот эту слабую сторону все-таки найти и спрятать свои слабые. Это архи-сложная задача, потому что счет-то большой, да, 12-6. И Жеребченко надо всего три укола нанести. Но у Ригина другая ситуация. Но случаи бывали разные. И такое вот преимущество тоже отыгрывалось. В общем, тут еще возможны варианты. Но очень сложно будет Ригину. Это 100%. Ну вот, вы видите, еще одна контратака. Чистая в пользу Дмитрия Жеребченко. 13-6. Контратака еще одна. Ну вот, никак не может, конечно, Дима подобрать дистанцию. Ригин ошибается, не получается у него. Ну что, один укол осталось Дмитрия Жеребченко. Я думаю, что, в общем-то, здесь все понятно в этом бою. Посмотрим, сколько займет времени у Дмитрия Жеребченко нанести 15-й укол. Защита-ответ. Не действительный укол. И вот он, последний укол. Защита-ответ. Вы знаете, как-то очень аккуратно, тихо и скромно нанес Дмитрий Жеребченко укол своему сопернику. Но ребята поздравили друг друга, обнялись. Выходят тренеры на помост. Ну что, я поздравляю, конечно, Дмитрия Жеребченко с этим прекрасным результатом. Впервые в своей карьере он стал победителем этого турнира. Я поздравляю Диму Ригина, который тоже молодец. Там, смотрите, Дима Ригин просто сидит в совершенно обескураженной, совершенно, можно сказать, обалдевшей. Да, и радости-радости точно у него никакой. Но бой не получился. Просто не получился бой. Это, конечно, очень обидно и очень неприятно, да, особенно в финале.